Итак, нужно понимать для себя, что молодой человек искал выражение «уразуметь» Что «уразуметь»? «Спасение в прощении грехов» Это мне, да? Спасибо. Молодой человек в Евангелии от Луки искал уразумение «Спасение в прощении грехов» Молодец. Нашел? Это в первой главе было? Это в первой главе было? В первой? В первой? Когда Иван Кассилл ранил? В первой, 77 стих. А, ты знаешь, когда чего? Нет, я помню, что было так. Да! Ты же про это спрашивал. Где это написано? Вот, все. Я же тебе сказал, что достаточно прочитать первые главы. И там это будет? Да. Что? Не написано. Отлично. У меня к вам вопрос. Знакомы ли понятия для ветхозаветнего верующего такие как? Прощение. Да? Да. Окей. Прощение знакомо. Спасение. Да? Окей. Спасение. Спасение. Угу. Давиду было. А больше никому. Давиду было. Да. 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 Читая. Читая. То, что мы прочли, очевидно, что дать уразуметь спасение в прощении – это некая конструкция, которая говорит, что до этого понятия спасения, очевидно, выглядело как-то по-другому. А сейчас его нужно понимать вот так. Теперь вопрос. Искупление. Тоже было? У меня вопрос. Скажите мне, пожалуйста, все эти понятия присутствовали у ребят, которые жили еще во времена Синайского завета. И как вы думаете, вы представляете эти понятия так же, как представляли они, или как-то по-другому? По-другому. По-другому. Не надо пугаться. Не надо пугаться. Я пока вас ничего не спрашиваю. Вы успокоитесь, отдышитесь, потом расслабимся, перерывы на следующий парень буду спрашивать вас. Окей. И так, как-то они это себе представляли? В чем вы думаете, что по-другому? Что? Какая? 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 Так. Это мы. Я немного не понял. Жертва касалась вообще прощения? Кто шorns. Понял? Хорошо. Вы думаете, что у меня плохо со слухом? Если я повернулся спиной к доске, я ничего не слышу? Странно. А я объяснял, что со слухом мне хорошо. Грех вина, осквернение смерти. Мы в несколько другом виде рисовали вчера эту схему. Здесь что мы писали? Дальше. Осквернение. Отлично. Покаяние и прощение. Я правильно понял? А жертва откуда появилась? Ну, мне просто интересно. Вы начали мне рассказывать, что для покаяния необходимо кто? А кто-то и другое говорил тут, да? Еще раз. В этом механизме есть у нас? Нет. Жертва появляется где у нас? В очищении. Ага, спасибо. Бабина. Мы добились. Теперь повторяем еще раз. Эти ребята, которые жили в том завете, понимали покаяние или получение прощения. Каким образом? так, недавно же вы мне все уверяли, что не понимали, это не так, как мы. Ну, вы же говорили, что не... Что происходит? Искупление. Спрашивайте меня. Все хорошо. Это все было вчера. Грех, вина, покаяние, прощение. Грех, осквернение, жертва, очищение. Грех, смерть, искупление. Ну, ведь у них же ритуальное это было обязательство. Ритуальное что, простите? Ну, очищение. Меня интересует простая вещь. Ну, так, чтобы было понятно, я возьму мелок другого цвета. Можно, да? Так, хорошо видно? Вот все, что вы говорите, какое имеет отношение вот к этому? Это кто вам сказал? На основании чего? Можно прочесть то, что вы читали? Я не просил вас рассказать мне своими словами. Я же просил вас рассказать мне что-то своими словами. Мне бы хотелось узнать текст, где вы это читали. Открывайте, у меня времени вагона маленькая тележка. Вы все равно там этого не найдете. Ну, да. Не надо мне верить на слово. Я же вам на слово не верю. Просто вроде я как-то уже нацать раз говорил, что покаяние существует отдельно от очищения. Что покаяние происходит в одном месте, а очищение может происходить совсем в другом месте и даже, извините меня, в другое время. Объяснял? Хоть кол на голове тиши. В ответ я слышу, а там написано другое. Ну, отлично, я не возражаю. Покажите. в вопросе очищения, нечистота, жертва очищения, искупление. Значит, смерть тоже, тоже, чтобы быть жертва искупления. Правильно? Не все так просто. Мы рассмотрим, да? Да, мы че ж собрались. Проблема заключается в ниже следующем. У вас есть часть, которую делаете вы, а есть часть, которую делает он. Он говорит вам, что вам необходимо сделать для того, чтобы получить прощение. Что? По-русски. Что тебе надо сделать, чтобы получить прощение? Забудь все религиозные термины. Я нормальный мужик, тебе надо получить прощение от меня. Что тебе надо сделать? Спасибо. Что тут сложного? А где прощение? Ну, правильно, прощение будет. Он его очистил? Да. Получил он очищение? Речь в первую очередь о чем? Очищение. Отлично. А там будет и прощение будет. Да, и прощение будет. Как бы привязано. Как бы да. Я понял. Да. Отлично. Еще дальше. Откройте, пожалуйста, 34 угол и 7 стих. Нет исхода. Нет исхода. Тима. Сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Ага. Прощающий что? Там стоит три слова. Вина, преступление и грех. Я правильно понял? Да. Да. Ага. Отлично. Теперь можно я вам задам вопрос. Относительно греха открытый бунт против Бога. Что такое открытый бунт против Бога? Ну, это когда человек хулит Бога. Заявляет. Угу. Не видишь, живет. Угу. Угу. Итак. Там используются три слова. Они абсолютно различны. И последнее по тяжести – это открытый бунт против Бога. Так вот, что меня интересует. Предусматривал ли закон жертву за открытый бунт против Бога? А? Не было такой жертвы? Нельзя было ее принести. Что полагалось человеку, который публично хулил Бога? Да. Скажите мне, пожалуйста. А была ли возможность съехать с темы? Угу. Не было, да? А только что вы что читали? Что Бог что делал? Интересно, да? Да. Да. Мальчики и девочки, это взгляд на Бога через призму наказания. Ну, прощает, но причем еще и детей. Ну, как-то так. Я бы на вашем месте остановился в своих размышлениях, потому что сейчас придет беда. Прощающий грех и непокорность, и заблуждение, и очищающий раскаившегося, и неочищающий нераскаившегося. Припоминающий вину отцов их детям и внукам в третьем и четвертом поколении. Это есть такой перевод. Да, это в переводе Санчина. Прощающий неправедность, возмущение и легкомыслие, и все же не спускающий, вспоминающий неправедность отцов детям и детям детей до третьего и четвертого поколения. Но нас будет интересовать, пожалуй, перевод Есифона. Прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания. Когда у нас была тема грех, я объяснял, что процесс наказания и прощения – это два различных процесса. И покаяние не служит для избежания… А у вас как-то все-таки служат до сих пор, да? А, я понял. Да, взыскивающий за вину отцов и детей из внуков до третьего и до четвертого поколения, если они грешат. Упс. Как вы считаете? Важное дополнение? Если они… Глядя в оригинальный текст, мы можем увидеть три различных слова. Авон означает грех, совершенный преднамеренно. Пеша означает открытый бунт против Всевышнего. Ихата означает нарушение закона по ошибке или незнанию. Скажите мне, пожалуйста, вы не… А? Пеша, хата. Авон, пеша и хата. Авон, пеша и хата. Я не буду сейчас разбирать, что написано в различных тарактатах Талмуда по поводу этого места, но я хочу вас остановить на одной простой мысли. Система жертвоприношения не предусматривала принесение такой жертвы. Скажите мне, пожалуйста, мог ли Давид принести жертву за совершенный грех прелюбодеяния? А Бог его не простил. Подождите. Он же жертву-то не принес? Еще раз. Вы как-то странно… Еще раз прочтите внимательно 34 стих, 34 глава, 7 стих. Ну, внимательно и желательно вслух. Сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступления, и грех, но не оставляющий без наказания. Я не вас просил. Прочтите, спасибо большое. Вы прочтите, пожалуйста. Помнящий добрые дела отцов для тысяч поколений и початков. Сначала. То же самое, что он читал. Да, у меня перевод сучит. И что? Ну, вы читаете. Там не написано прощающий. Помнящий добрые дела отцов. Бог всесильный, милостивый и милосердный, долготерпеливый, тот, чья любовь и справедливость безмерны. Помнящий добрые дела отцов для тысяч поколений и их потомков. Прощающий грех. Простите, мы сейчас. Прощающий грех, да. Да, да. Читайте. И непокорность и заблуждение. И очищающий раскаившегося, но не очищающий, не раскаившегося. Припоминающий вину отцов их детям и внукам третьему и четвертому поколению. Другой перевод теперь возьмите. Господь Бог жалостивый, милосердный, долготерпеливый и великий в благодеянии и истине, сохраняющий милость для тысяч, прощающий вину и преступления и грех, но не оставляющий без наказания, взыскивающий за вину отцов из детей и с внуками. Меня интересует фраза, которую вы прочтите внимательно. Не оставляющий без наказания. Так он прощает или нет? Не, подождите секундочку, я не понял. Он прощает или нет? Мы как раз говорим, что прощает, но наказывает. Ну, каким образом эти две вещи связаны, по-вашему? Напрямую. Как? Ну, все и лежат. Я спрашиваю, он Давида простил? Простил. Ну, вы мне говорите, но наказал. Так, меня интересует вопрос прощения и наказания. Вы мне одолжение не делаете. Не, я не вам. Русский язык подразумевает некоторые логические смыслы. Предлог «но» отрицает все, что было сказано выше. Ну, так строится конструкция русского языка. Все хорошо, но это что значит? Я спрашиваю еще раз. Что значит «все хорошо, но»? Это значит, что хорошо или что-то не то? Я же сказал «очень хорошо, прости». Дети пострадают. Это вы так развлекаетесь? Я пока спрашиваю. Понятно, что значит логическая конструкция в русском языке, но? Отрицанием всего, что было сказано выше. Это понятно? Нет, допускать не надо. Это либо понятно, либо нет. Либо это понятно, либо нет. То есть я спрашиваю. Вам понятно, если я говорю «очень хорошо, но». Что вам понятно, что все очень хорошо или «но»? Придумайте. Какой акцент? Здесь все хорошо, но. Но. Но кое-что не так хорошо. То есть мы понимаем, что кое-что все-таки не так хорошо. Почему мы это понимаем? Потому что мы использовали предлог «но». Когда я говорю «он простил, но наказал». Что же вы говорили? Это что значит? Если он простил, но наказал, это что значит? Что не простил, ну да. Простил, но как-то не так. Дело в том, что у вас весьма странное, это не повод разговаривать между собой, у вас весьма странное восприятие прощения. Я нацет раз говорю, прощение и наказание – это два несвязанных между собой процесса. Прощение, получение прощения – это не способ избежать наказания. То есть если вас простили, это не значит, что вас не будут наказывать. Это две вещи, которые живут отдельно. Я говорил о том, что прощение – это для другого служит. Правильно, а что наказывают? Меня тогда вопрос, а для чего служит прощение? Что вы хотите получить в результате прощения? Спасибо. Если в результате вашего покаяния вы получаете прощение, у вас достигнут результат? Ну, наказали. Так чего вы, извините, меня не искали. Избежание наказания – это язычество. Умилостивление божества – это язычество. Ничего общего с Библией не имеет. Там все по-другому устроено. Что? Мы не искали. Просто я предполагаю следствие. Какое? Если человек согрешил, то, во-первых, кроме покаяния, необходимо принести еще и жертву. Где это написано? Я не сказал. Вот только что читали. А вот только что читали, там про жертву ничего не написано. Здесь сразу объясняется то, что вам пытаются объяснить. Только вы не способны почему-то слушать. Я вам объясняю. Извините меня. Там не предусмотрено за эти грехи жертва. В принципе. Какая жертва по технологии предусмотрена за прелюбодеяние? Смерть женщины. Не понял? Мужчина не про дела. Какая жертва, извините меня, предусмотрена за убийство другого человека? Не, я спрошу простые вещи. Вы мне рассказываете, что тут на самом деле не описана процедура. Я говорю, окей, может не описано. Но тогда мне найдите место, где за открытый бунт против Бога, умышленный грех, прелюбодеяние и убийство предусмотрено принесение жертвы. Вот найдите мне и все, я буду счастлив. Я не спрашиваю. Не надо мне делать хорошо, нехорошо. Я вам говорю, найдите мне место. Все. Я же не спрашиваю вас ваше умозаключение, что сделала Ахав, чего не сделала Ахав. Где видно, что Ахав каялся? Ну, кроме того, что вы сказали, ну, хорошо, он покаялся. Извините, а где еще это можно увидеть? Что Ахав каялся? Ну, кроме вашего умозаключения, еще где-то это можно встретить? Кому? В чем? И что? Это покаяние такое называется? И это Балахав? Открывайте. И найдите там, что он каялся. В наших головах есть какие-то странные концепции, причем мы пытаемся вспомнить приблизительно текст, говоря о том, что там так написано, даже не открывая его, и строя на этом доктрину. А он покаялся. Чего он покаялся? Когда он покаялся? Еще раз. Предусмотрена ли жертва за умышленные грехи? Предусмотрена ли жертва за прелюбодеяние? Что человеку делать? Извините меня. Давид каялся? Жертву принесил за это? А Бог что делал? Я привел в абсолютно нормальное место, 34 глава исхода, которое является достаточно интересным местом и очень подробно разбирается в иудейской среде с тем, чтобы объяснить людям, что, извините меня, Бог в состоянии прощать бы с жертвы. Написано, что истина согрешена перед Богом. И что? А, он признал, за чем покаялся. Согласен. Иуда, кстати, искрил, тоже покаялся. Да. А это какое покаяние? Это было уже плод покаяния. В принципе, в принципе, я не вижу проблем сорвать учения и пошутить. Мы можем поразвлекаться, я не возражаю. То есть, Иуда, искрил, покаялся. Неа. Что вы мне делаете удолжение? Я вам задаю вопрос. Иуда, искрил, вот покаялся. Кто-то еще так думает в этой аудитории? Вы тут единственное. Да, я думал, что вам надо плакать, потому что вы, в общем-то, не знакомы с христианской доктриной покаяния. Признание греха не является покаянием. Вы меня простите, пожалуйста. Так, вы же утверждаете, что признание греха является достаточным для покаяния. И что? Так, я понял. Окей. Продолжение следует... Решение. Исповедание. Исповедание. Ну и действие. Вот это модель нормальной чувы. Скажите мне, пожалуйста, мотивы иуды. Мотив. Мотив греха. Я не знаю. Я спрашиваю, мотив греха. Он хотел украсть деньги? Что было мотивом предательства? Окей. Он каялся в этом? Да. Я невинного человека стал. Еще раз. Его мотив в чем был? Это предположительно. Я не сказал. Окей. Я понимаю. Я не возражаю. Где-то написано, что он сожалел не о результате, а о своем грехе. Мои хорошие, если вы обвиняете человека из зависти, если вы обвиняете человека из зависти, и человек, обвиненный вами из зависти, теряет деньги, то ваше покаяние звучит таким образом. Упс. Я его несправедливо обвинил. Правильно я понял? А. И Бог прощает вас за то, что вы коростолюбивый человек. И в этом не покаялись в своем мотиве, который называется коростолюбие или зависть. Что, что, что? Так вы же прощения не просили. Скажите мне, пожалуйста, в какой части, ну, мотив был зависть, в какой части звучало покаяние в зависти? Сожаление с отделом поступки, да, звучало. А где, извините меня, покаяние в зависти? Которое являлось прямым грехом и то, что толкнуло к конкретному действию. То есть, если конкретное слово будет не озвучено, то слово... Не, я прошу прощения, я не вижу идеи покаяния. Нивелируется идея самого покаяния. Не озвучивается грех. Грех неисповедан. Хорошо. То есть, вы считаете, что он будет прощен? Я еще раз спрашиваю, неисповеданный грех будет прощен или нет? Что же что? Это ваше мнение или мое? А вы же мне только что говорили, что я не прав. Я сказал, что неисповеданный грех не получается. Я говорю, кто вам это сказал? Вы уверены, что вы правы? Я говорю, ну, в общем, да. А вы что, другого мнения? У вас другое мнение? Нет, а чего же мы тогда спорим? О чем? А я уверен в том, что он не покаялся. Извините меня. Я уверен в том, что он не покаялся. А откуда у вас уверенность в том, что он покаялся? Да, тогда у меня вопрос. Можно задать? Простите, а зачем вы приходите? Не, извините. Давайте выясним все точки над «и». Вы пришли сюда для чего? Для того, чтобы остаться при своем мнении? Не, извините меня. Давайте разбираться. Это простые вещи. Человек приходит сюда с определенной целью. Насколько мне известно, люди приходят сюда с целью научиться. То есть, у них позиция научиться. Позиция ученика. Но человек приходит при этом и говорит, а у меня здесь свое мнение, и я хочу при нем остаться. при всем при этом, я каким-то образом общаюсь с этим человеком, трачу свое время, время всей аудитории, а человек мне говорит, слушай, мужик, да я хочу остаться при своем мнении. У вас, ну, совпадает это все? Картинка складывается? Я не готов так быстро принять решение. Я могу еще раз поддумать. Зачем? Зачем вы пришли сюда? Нет. Да, это надо было думать до того, как... Над вопросом Иуде я могу еще поддумать. Окей, не вопрос. Только еще раз и медленно. Покаяние, покаяние включает в себя исповедание. Греха. Похоть, зачавший, рождает грех. Внутри есть что? Состояние под названием похоть. То есть, желание достаточно сильное что-то сделать. Если вы каетесь или исповедуете действие, но не исповедуете свою похоть, это будет являться покаянием? Но, по-вашему, достаточно исповедовать только действие. Но, Новый Завет говорит, слушай, надо каяться, когда мысли есть. А я про Новый Завет только что сказал. Вы не заметили? Переход был такой, плавный переход. Новый Завет говорит о том, что человек грешит чем? Мыслями. И надо исповедовать что? Атанах говорит что? Отлично. И что дальше? Надо исповедоваться в мыслях? Или только в действии? Извините. Второй вопрос точно. После знания. После знания второй вопрос. Да. А если нету осознания, то будет чувак? А у вас будет по вашему? Нет, конечно. Вам тоже он поможет. Вопрос когда? То есть если вас интересует когда до вас дойдет это и Бог вам поможет, то в общем-то чтобы вы понимали, я приехал сюда чтобы вам помочь. То есть Бог меня прислал. То есть можно подождать еще чуть-ток. Когда Бог напрямую уже проговорит. Но я не знаю сколько лет просто пройдет. Мы о странных вещах говорим. Я немножко нервничаю, потому что извините меня. Я разговариваю с человеком вы сколько вот это же верующие? Для меня достаточно странно верующим 10-летним сроком объяснять азы христианства, которое называется покаяние и тратить на это время. То есть покаяние это то, с чем надо было познакомиться лет 10 назад. Я понятно выражаюсь? Да. С этим все понятно? Да. еще раз. Надцатый раз в этой аудитории я объясняю. Для получения прощения достаточно его попросить. Я объяснял, что для получения прощения не надо было бекицарь бежать в храм и приносить жертву. Я объяснял нацат раз и говорил послушайте ребята, да никто не бегал каждый день в храм и никто не резал скотинку. Огрешили они каждый день. Разбирали мы с вами эту тему? Да, объясняли, разбирали, сживали, разы... А жертвы где? А наказание почему? Ну извините, уже разбирали, но это же не первый раз. Я понятно объясняю? Еще раз. Для прощения нужно попросить прощения. все, точка. Для очищения, да, действительно необходимо принесение жертвы. Да, при принесении жертвы Бог подтверждает принятие этой жертвы и говорит еще раз о прощении. Да, 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 да. И это еще не все. Даже после того, как вы принесли покаяния, пришли в храм, принесли все положенные обряды, достигли ритуальной чистоты, принесли все положенные жертвы, потом захотели принести жертву всесожжение. Бог после этого говорит, все, я очищаю тебя от греха. Подожди, а до этого тогда что было? И до этого очищал. Какая проблема? В чем проблема? И до этого очищал. Другая ступень чистоты. В чем проблема? И до этого прощал, и очищал. Есть концепт, то есть понимание процесса. Понимание процесса. И когда вам говорят, послушайте, процесс очень простой. К вам дети приходят, просят прощения? Просит прощения? А где жертва? Именно не понял. Кому-то надо зарезать, чтобы я тебя просил. собачку, собачку, кошечку, давайте кого-нибудь зарежу, вот тогда я могу простить. Иначе, ну, просто не в состоянии. Послушайте, я миллион раз объяснял, что, ну, Богу не нужны жертвы. Он не нуждается. Ну, именно если зарезали барана, все, все, теперь понял, действительно, покаялся, кровь увидел, ваще, прощаю. Иначе не могу. Вот пока крови не увижу, не могу простить. Что, так там происходит? Вот такой у нас Бог? Нет. Что ему надо для того, чтобы простить? Что мы попросили прощения? Все, нормально. И он говорит, да, ходите. Хочешь приближаться ко мне? Хочу. Вот тебе путь. Что у вас взаимосвязалось? Что, в какой части у вас произошла связь? Еще раз, я прошу прощения. Вы в иудаизме когда последний раз реально учили? Когда вы последний раз учили иудаизм? Когда вы изучаете иудаизм, где? Вы понимаете, что вас знакомят с некоторыми вещами, которые, ну, взаимствованы из иудаизма. Иудаизм вы не изучаете. Еще раз. Ну, это немного беременно. Когда вас знакомят с иудаизмом, то что? Рассказывают, что покаяние было не только словесным, но и сопровождалось перед жертвами, очищением, микро. Ну, вы понимаете, что вы делаете? Вы понимаете, что вы сейчас делаете? Ну, мне просто теоретически интересны. Сейчас мы остановимся, сделаем перерыв. Пока мы на перерыве. Я хочу у вас узнать. Вы понимаете, что вы делаете? Спасибо. Спасибо.